Итак, как президент вы будете, по сути, единолично руководить американской внешней политикой. И поэтому, зная это, я должен спросить вас про Украину. Весной вы описывали конфликт на Украине как, цитата, «территориальный спор». Вы официально сказали «территориальный спор, который не является центральным в списке интересов Америки». Это вызвало возмущение, но вскоре вы, похоже, изменили свое мнение и назвали Путина военным преступником и сказали, что это главная проблема американской внешней политики. Почему вы поменяли мнение и какое оно сейчас? Последнюю часть я не говорил. Во время иракской кампании я служил в Филуджи, Ирак. Я был приписан к первой команде морпехов США. И не забывайте, это началось с оружия массового поражения. Потом Аль-Каида в Ираке, потом нам нужно было создать демократию. И урок, который я там выучил, что если вы собираетесь поставлять оружие или отправлять войска, то вам нужна конкретная цель, которую вы пытаетесь достичь. И с тех пор, как 15 лет назад я прилетел оттуда обратно в Соединенные Штаты, и до сегодняшнего дня я всегда так считал. И моя критика вашингтонской внешнеполитической элиты — это то, что они просто выдают незаполненный чек, не говоря нам, когда же мы достигнем нашей цели. И я считал так тогда, и считаю так же и сейчас. А теперь, из-за того, что ты не согласен с вашингтонской внешнеполитической элитой, они пытаются оклеветать тебя и говорят, что ты, видимо, за Путина. Я никогда не считал Путина хорошим, и до сих пор так не считаю. Но для президента это не имеет значения. Лидер, который смотрит на мир не через розовые очки, и понимает, что там не птички в саду летают, он должен думать о том, что в интересах Америки как страны. Так что это моя позиция, и я также считаю, что я бы хотел, чтобы вашингтонские элиты так же переживали за нашу границу, как они переживают за российско-украинскую границу, так как идет поток людей в страну. У нас люди умирают от фентанола. Всем этим заправляют картели. И я сказал еще, в самом начале, объявите чрезвычайное положение, мобилизуйте все средства, включая военные, остановите вторжение, да, построите стену. И самое главное, используйте пограничников, используйте военных, чтобы справиться с картелями, ведь они вторгаются в нашу страну со своими наркотиками. И если я буду во главе, то это будет последнее, что они сделают, так как они будут все мертвы. Аминь. Итак, я хочу вернуться... Весьма неплохо. ...к критике. Так в чем же, по вашему мнению, заключается цель на Украине? И когда мы поймем, что достигли ее? Они ее не определяют. И... А какой она должна быть? Я считаю, что целью должен быть стабильный мир в Европе. Окей? Мы не хотим, чтобы там шла война. Много людей уже было убито. Много бежало. Это все ужасно. Но вам надо... ...конкретно сказать, что нужно делать, чтобы этого достичь. И я боюсь того, что они, по сути, сейчас создают вечный конфликт. Этот кошмар должен будет продолжаться долгие годы. Множество людей при этом погибнут. Учитывая, что, по сути, ничего не будет меняться. И спор или конфликт на данный момент заключается не в том, чтобы свергнуть правительство на Украине. Бой между Россией и Украиной идет за территорию на востоке страны. И в этом вся суть. И вопрос в том, как сделать так, чтобы это все прекратилось. А с точки зрения наших интересов, это позор для нашей страны, что у нас кончаются боеприпасы. А теперь они еще и хотят ввести американские войска в Европу? В то время как главные угрозы исходят из Азии от китайской коммунистической партии, которой они, по сути, дали карт-бланш. В качестве президента моим приоритетом будут угрозы нацбезопасности. Главная угроза для этой страны — это Китай. Это китайские амбиции. Это китайские промышленные мощности. Это возможность для Компартии влиять на нашу культуру и наши университеты. Кстати, во Флориде мы избавились от конфуцианских институтов в наших университетах. Мы запретили им финансировать исследования в наших университетах. И мы запретили Компартии покупать землю во Флориде. Так что дело именно в этом. Вы должны делать то, что в наших интересах. Вы не можете перепоручить это какому-то иностранному президенту. Вы не можете продолжать просто потому, что это выгодно оборонным подрядчикам или инвесторам-глобалистам. Самое важное — это наши интересы. И я считаю, что мы, по сути, в ситуации, когда наша внешняя политика обеспечивает бесплатную защиту Европе. Они не платят свою долю взносов. И еще мы ослабляем свои позиции в Азии. А Компартия все-таки уважает только силу. И для меня это важно, так как сильная Америка может предотвратить конфликт, а слабая Америка может спровоцировать конфликт с Китаем. И если мы позволим себе быть слабыми, позволим развалить нашу культуру изнутри, то все это может привести к тому, что наши дети и внуки будут изучать 37 видов местоимений на китайском. А нам это не надо. Так что нам нужно стать лучше, как стране. Нам нужно прекратить упадок нашей страны, которая происходит весьма стремительно. Итак, скажем, вы через полтора года встанете во главе всего этого бардака. И, скажем, к этому времени он останется прежним. Что вы будете делать? Первое. Европа должна делать больше. Это их задний двор. Мы можем. У нас есть страны НАТО, у которых не работает оборонная промышленность. Мы должны это делать. Мы должны отдавать им оружие и боеприпасы, которые могут вдруг нам самим понадобиться. Так что мы должны обратить внимание на Азию. И целью должно быть решение проблемы. Решением проблемы должен стать стабильный мир, который не выгоден агрессору. И нам надо использовать наши преимущества. Например, я бы воспользовался таким инструментом на переговорах с Россией. Я бы развил нашу добычу и отправил эти углеводороды в Европу, чтобы им больше не пришлось зависеть от Путина. Я бы отобрал карт-бланшу Ирана, который выдал ему Байден, так как это они помогают России. Так что у нас есть что использовать. Но главное, что цель — это не непрекращающийся конфликт, который идет годами. А теперь, когда Байден посылает туда войска, американских войск не должно быть на Украине. Этого не должно быть. Тогда почему? Ведь весь Конгресс и куча республиканцев, которые вроде как руководят палатой. Но я ни от кого этого не слышу. Почему? Ну, некоторые из них говорили, что... И они проиграли, всего 33 голоса. Это так, но были люди, которые говорили, что для начала нужно определить цель. Перед тем, как отправлять деньги налогоплательщиков. И, кстати, они даже не смогли посчитать это все. Так что мы не знаем, кто проникает через южную границу. Мы не знаем, куда делись деньги, отправленные на Украину. Мы даже не знаем, чей это был кокаин в Белом доме. Мы... А как вы думаете, чей? Ха-ха-ха-ха. Ну, извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!